Финансирование фонда обязательного медицинского страхования Тверской области в следующем году будет увеличено более чем на 250 миллионов рублей. Такое решение было принято на заседание регионального правительства, которое в среду провел губернатор Игорь Рудене. Ожидается, что общий объем средств ФОМС в Верхневолжье в 2021 году составит порядка 17,5 миллиардов рублей. Развитие системы здравоохранения региона – одна из приоритетных задач, стоящих перед правительством Тверской области. Об этом в ходе заседания правительства заявил губернатор Игорь Руденя. Важную роль в этом играет фонд обязательного медицинского страхования. Как отметил глава региона, на сегодняшний день финансирование фонда полномерно увеличивается для работы по снижению уровня онкологических, сердечно-сосудистых и вирусных заболеваний, развитию первичной медицинской помощи и детского здравоохранения. В 2021 году особое внимание будет уделено также развитию акушерства и гинекологии, лечению заболеваний органов пищеварения. Это, прежде всего, качество медицинского обслуживания, это качество самих лечебных учреждений. Поэтому это все ляжет, я думаю, в ближайшее время в обновление работы системы здравоохранения Тверской области. В ближайшее время, отметил глава региона, будет проведена комплексная работа, которая включит в себя строительство нового операционно-реанимационного блока при Тверском онкологическом диспансере. Наращивание мощности профильных отделений для увеличения объемов оказания помощи при лечении острых сосудистых нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов мочеполовой системы, а также создание филиальной сети областного перинатального центра имени Бакуниной в Ржеве, Киморах, Нелидове, Вышнем Волочке и Бежицке. Предполагается, что в 2021 году норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования достигнет уровня 13 078 рублей на одного человека. Добавим, что из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области в 2021 году ожидается субвенция в размере 16,8 миллиарда рублей. Это почти на 371,5 миллиона больше, чем в текущем году.